В третье воскресенье августа отмечается День Воздушного флота России. Это профессиональный праздник не только для лётчиков и бортпроводников. Его отмечают все наземные службы авиационной инфраструктуры, которые задействованы во взлётно-посадочных действиях, отслеживающих операциях и оказании ремонтных работ. Ведь каждый сотрудник отвечает за комфортный и, что самое важное, безопасный перелёт. О тонкостях профессии в авиации расскажет Дарья Чупрова. Со стороны пассажира кажется простой и понятной механика действий в аэропорту. Купил билет, в нужное время явился на регистрацию, сдал багаж, прошёл контроль и вот уже в зале ожидания читаешь газету до объявления о посадке в самолёт. А в это время сотрудники Воздушного флота совершают множество действий для успешных рейсов. Пассажиры и не догадываются, сколько служб задействовано в предполётной подготовке. Степан Котов, сотрудник службы авиационной безопасности, проводит предполётный досмотр воздушного судна. Внимательно изучают внешний вид вертолёта и салон изнутри, чтобы исключить вероятность нахождения опасных неопознанных предметов на борту. На протяжении дня мы обеспечиваем авиационную и транспортную безопасность, проводим послепредполётные досмотры, как воздушных судов, также обеспечиваем пропускной режим улетающих, прилетающих граждан, ну и охрана объектов, как на территории предприятия, так и отдельно стоящих объектов. Рабочий день длится круглосуточно и беспрерывно. Порой пассажиры затрудняют задачи сотрудников, пытаются скрыть груз, не предоставить к осмотру, тем самым создают препятствия для безопасных полётов. Работа очень сложная, прежде всего в психологическом ракурсе, потому что когда общаются сотрудники с пассажирами, с членами экипажа, гражданами, соответственно, любое ограничение или требование, оно вызывает ответные действия, довольно часто негативные, и людям психологически очень бывает тяжело. А это уже сотрудники авиационно-технической базы. Они занимаются поддержанием лётной годности воздушных судов. Объём работ обширный. Например, сегодняшним утром, помимо подготовки вертолёта к вылету, авиатехники помогают в буксировке к месту взлёта. Даже будет буксировка, чтобы лопасти не удалили по балке, разборачивать лопасти, когда ведут технический персонал, и против ветра, чтобы при запуске воздушного судна лопасти также не удалили по балке. То есть это уже и в руководстве, в лётной руководстве прописаны. Запуск только против ветра. Инструкции нужно соблюдать чётко, ведь авиация не прощает ошибок. Технологии меняются ежегодно, поэтому и образование сотрудников должно оставаться на высшем уровне. Впрочем, в авиационно-технической базе есть хорошая профессиональная традиция – помогать друг другу. В авиации не бросают человека одного на устранение, где-то дефектов, каких-то неисправностей. То есть идёт и выполняет какая-то определённая группа, бригада сразу же. Всего в Наринмарском авиаотряде сегодня трудится 640 человек. Помимо лётного и технического состава, это и агенты перевоза, грузчики, и медики, и работники авиакафе, и службы спецавтотранспорта, и многие другие. И все они делают одно общее дело. Мы одна большая семья, и каждый выполняет тот функционал, который ему предназначен. Есть у нас федеральные авиационные правила, которые требуют, чтобы у нас была и аварийно-спасательная служба, то есть служба способов у нас есть, и служба авиационной безопасности, это досмотр, охрана. Это служба ГСМ, это аэродромная служба, там служб очень много. Каждый выполняет свою функцию, если кого-то исключить, это как винтики в большой машине. Если одно звено убрать, вся машина встанет. В Ненинском округе роль авиации весьма значительна. Это самая быстрая и порой единственная возможность добраться до отдалённых населённых пунктов региона, а также до других городов, народе называемых Большой Землёй. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал Север.